здравствуйте я бы хотела узнать про медитацию я бы хотела узнать про идентификацию с мыслями и эмоциями и для меня гораздо легче не идентифицироваться с мыслями потому что каким-то образом через практики и медитации и я обнаружила это пространство между умом и наблюдателем но эмоции гораздо глубже и они гораздо ближе я знаю что я не эмоции но с эмоциями гораздо сложнее разотождествиться эмоции нужно вычищать первое дело когда вы идете в медитацию вы вдруг видите свои эмоции они есть у всех у всех есть злость жадность агрессия собственничество и вот эти вещи есть у всех и будда говорит эти пять вещей это ваши болезни болезни сознания и сознание оно за этими вещами за злостью ревностью привязанностями вот за этим за эго и когда вы начинаете медитацию вот вы видите эти вещи да это есть у всех и вы обязательно это увидите и как их как их вычистить наблюдать просто смотреть а если вы в злости если вы очень злой тяжело или вы подавлены а если вы не выражаете очень тяжело выразать социуме злость но если вы ее не выражаете вы подавлены и вот в медитации эти вещи начинают подниматься вы должны их наблюдать и просто видеть о гнев пошел о вот 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 мои привязанности и вот это это происходит у всех вот вы наблюдаете это тяжело приходят эмоции и вы наблюдаете и когда ваш и когда злость приходит вы наблюдаете и медитация учит что бы ни пришло какая бы эмоция ни пришла плохая хорошая наблюдайте просто наблюдайте и вот когда вы начали наблюдать автоматически в тот момент эмоции очищаются и вот это первое у нас физическое тело второе эмоциональное и мы его не видим но это энергия там энергия и просто негативная энергия и негативная энергия может принимать любую форму злости насилия ненависти ревности любое вот он может принимать и это есть у каждого и вот наиболь наибольшее путешествие больше всего времени занимает у духовного искателя это вычистить эмоции потом и вот когда ваши эмоции вычищены тогда вы можете начать наслаждаться медитации тогда вы сидите в радости час просидели очень хорошо нравится один час пролетает мгновенно но если есть эмоции то час становится очень длинным и вы сидите один час и кажется что час вообще не двигается потому что у вас есть эмоции и тело не может расслабиться тело очень напряжено потому что эмоции это энергия напряжения и когда не и когда тело не может расслабиться все напряжено и ум и тело и вот эмоции эмоциональное тело в медитации вычищается когда приходят эмоции в медитации происходит это очищение и вот единственный способ это наблюдать приходит страх не убегайте обычно все убегают от страха говорят мнение я не хочу это видеть злость приходит мнение я не хочу видеть злость не отправлять эту злость кому-то просто не перекладывать ее ни на кого просто наблюдайте вот медитация этому учит будьте собой и вот когда вы сами собой вы вдруг в какой-то момент почувствуете что вот вы здесь и вы отделены а вот энергия там и энергия злости вот она вдруг видите что вы не она и вот когда вы ее наблюдаете она будет трансформироваться в любовь энергия злости трансформируется в любовь когда вы ее наблюдаете жадность становится отдачей привязанность дружбы жадность щедрости медитация это такая химия с помощью которой вы трансформируете негативные эмоции вы очищаете их и вот когда вся ваша негативность исчезает превращается в позитив вот пока вы медитируете это происходит а сейчас пока вы медитируете у вас есть злость хорошо у вас есть какие-то негативные другие эмоции хорошо хорошо потому что когда вы их наблюдаете они превращаются во что-то позитивное в позитивную энергию в свет беспричинную любовь без основательную любовь и вы просто становитесь полны любви и вся ваша злость становится любовью куда бы вы ни посмотрели вы смотрите на деревья они полны любви смотрите на людей они полны любви и ваши глаза полны любви вот любва любовь до самого потолка вот прям до сюда любовь везде и когда здесь любовь в вашем теле тогда любовь повсюду когда вы в любовном настроении все прекрасно все правильно все совершенно а когда вы в плохом настроении даже если вы в раю находитесь в этот момент вы не будете получать удовольствие скажете это не для меня и хочется убежать но это зависит от вас и вот медитация она трансформирует вы наблюдаете и трансформируете просто смотрите и трансформация происходит и тут так постепенно заканчиваются эмоции и вот иногда приходят эмоции иногда приходят мысли вот и мысли тоже надо наблюдать мысли это ум а ум тоже надо наблюдать когда вы наблюдаете мысли и эти мысли тоже становятся любовью они становятся осознанностью и это энергия вокруг вас но вы не можете наблюдать но вы это увидите только когда вы станете полностью осознанно когда ум закончится и тогда ваши глаза откроются вы сможете видеть что происходит и вот медитация учит этому наблюдайте эмоции трансформируются из негатива в позитив ваш негативный ум становится позитивным умом позитивным умом а когда у вас он позитивный тогда все прекрасно тогда вы полны любви и радости красоты вы в красоте и все красиво вы внутри очень радостны и радость вокруг и ничего особо не беспокоит где вы сидите на пляже вам хорошо на пляже сидите в комнате в комнате тоже вам хорошо потому что внутри у вас радость и чтобы это изменение произошло трансформируйте ваше внутреннее потому что все происходит изнутри потому что вот большинство людей они пытаются изменить внешние вещи декорации вот я изменю свою семью я изменю то изменю это на работе изменения совершу и тогда буду радостный нет не будете измените себя вам себя нужно изменить вы изменитесь у вас будет плохая работа вы будете ей наслаждаться вы будете в самом поганом месте но вы будете там наслаждаться потому что с вами все в порядке потому что у вас позитивная энергия и вам вообще не важно где он и вот тогда вы в хорошем настроении и все не важно но что вы полны радости любви вот так это работает и делай медитации наблюдай и вот этот путь каким образом можно трансформировать медитация это своеобразная химия трансформация просто наблюдай что бы ни происходило наблюдай негатив происходит наблюдай он будет трансформироваться в позитив а когда ты будешь позитив а тогда ты и позитив, будешь наблюдать swatch наблюдать свою позитивность свою любовь будешь наблюдать свою радость и тогда это все превратится в тишину и тогда не будет уже ни радости ни груз и закончится все Будда – это тот, кто за пределами радости и грусти. Нет грусти, но радости тоже нет. Пустота. Ничего не происходит внутри. Потому что так происходит со всем миром. Иногда грусть, а иногда радость. Потом опять грусть, потом опять радость. Грусть, радость, грусть, радость. И вот туда-сюда так и болтают. Кто-то более грустный, кто-то более радостный. Но это есть у всех. И то, и это. Если у вас есть радость, то грусть тоже придет. Побольше или меньше, но придет. И медитация – это наблюдение за обоими. Когда вы наблюдаете за обоими, то эта дистанция растет между вами и теми, за чем вы наблюдаете. За тем, что там. И вы видите, вот радость там, грусть там, а я здесь. И тогда у вас ничто не коснется. Ничто не долетит до вас. А в противном случае. Вот большинство людей, когда очень грустно, они что делают? Они вспоминают Бога. Вспоминают медитации, мастера. О, я буду медитировать. А когда они в порядке, после медитации они в порядок приходят. Они говорят, не, мне теперь медитации не нужны. А вот теперь на самом деле тебе они нужны. Больше. Когда ты счастлив и радостен. Вот, помедитируй сейчас как раз, понаблюдай. Вот, более медитативно будешь. И когда ты смотришь свою любовь, любовь приходит. Хочется поделиться ей. О, я полон любви. Вот туда, сюда ее всем раздам. А когда вы раздаете, вы становитесь опять пустым. И вот наблюдаете. Вот, садитесь и наблюдайте. Будьте в любви. И медитация – это быть в любви и наполняться ее. И тогда ваша любовь будет расти. Ваша радость будет расти, будет более сильным. Вот, очень многие люди, у них маленькая любовь, но они очень бегут сразу раздавать эту радость и любовь. А потом говорят, а где моя любовь, куда же она делась? Вот, когда любовь приходит, наслаждайтесь. Будьте с ней. И тогда она будет еще больше расти. И тогда в один день она превратится в тишину. Вы просто будете чувствовать себя абсолютно... Вы будете чувствовать тишину. Никакого беспокойства, никакого ума. Немного мыслей. Очень в настоящем. В присутствии. Очень расслаблены. Поэтому, когда у вас есть возможность побыть, когда вы один, будьте собой. Когда вы с другими, делитесь. Но слишком сильно тоже не делитесь. И вот медитация, она вам даст это понимание. Сколько вам нужно дать другим, сколько нужно оставить. В какой момент нужно остаться одному. И вот, когда вы становитесь более осознанны, тогда вы начинаете понимать, сколько мне нужно есть, сколько мне нужно спать, сколько мне нужно говорить, сколько работать. Медитация дает вам дисциплину. Медитация – это внутренняя дисциплина. И все приходит из вашего понимания, изнутри вас. И тогда вам никто не нужен. Скажи мне, что мне делать, скажи мне, то делать или это, туда идти или сюда. Делать это или не делать это. Потому что, когда вы с собой, у вас правильное решение, правильный свет приходит, правильный голос звучит. И вы просто идете с этим. И жизнь просто совершенна. И всегда все правильно, всегда истинно. Если вы полны эмоций, эмоции – это правильно, это хорошо, они должны приходить, наблюдайте. и наблюдение – это значит вычищение. А это должно все выйти. Должно быть вычищено. И ум тоже приходит, мысли приходят, и тоже должны выйти. Пришли мысли. Окей, хорошо. Давай. Пришли, пошли. Пришли, пошли. Вы просто сидите. Не останавливайте ум. И не зовите, не призывайте. Просто наблюдайте все, что происходит. Медитация значит очень просто. Я сел. Пришли мысли. Окей, пришли мысли. Иногда не пришли мысли. Тоже окей. Я наблюдатель. Я наблюдаю. Я не мысли. Я не ум. Я не эмоции. И однажды. Вот вы наблюдаете. Вот это неосознанное. Оно очищается. И вот неосознанно оно полно негативных эмоций, всяких негативных мыслей. И оно не из нас. Мы его накопили за огромное-огромное количество времени. И все, что мы на самом деле создаем, это неосознанность. У нас есть огромное количество историй темных в голове. И вот все эти истории темные очищаются. Потому что сейчас как раз в медитации это время, когда должна прийти темнота. И когда темнота приходит, многие убегают. Они не хотят это наблюдать. Свою собственную дьявольность. Свою собственную насильственность. И человек говорит, нет, нет, я не такой. Я не хочу таким быть. Я хочу быть радостным, счастливым. Но все, что у вас, наблюдайте все, что у вас есть. И когда вы это начинаете наблюдать, эта темнота уходит. Она становится светом. Наблюдатель – это свет. Он наблюдает темноту. И вот чем больше наблюдателя, тем больше света, тем меньше темноты. Она уходит. Автоматически это происходит. А вы знаете. Вот вы, например, приходите в свою комнату ночью, открываете дверь. Ничего не понимаете. Там темно, ничего не видно. И если вы знаете, где выключатель, вы прямо до него дойдете и нажмете на него. И появится свет, свет включится. И вы все увидите. Но когда вы видите осознанно, когда вы живете осознанно, свет везде. Но большинство живет неосознанно. Вот почему их жизнь очень так себе. Непонятно, что делать, куда идти, кто сам к того встречать, кто хороший, кто нехороший. Все очень сложно понять. Потому что вы себя не понимаете. Как вы других-то поймете. И вот прежде всего нужно самого себя понять. Когда вы поймете свою суть, тогда вы других поймете. И нет другой возможности. Никто друг друга не понимает. Но все хотят понять другого. Жена хочет понять мужа. Муж хочет понять жену. И говорит, понимай меня. Жене говорит, пойми меня. А нет понимания. Потому что вы просто сами себя не понимаете. И вот когда вы сами с собой, тогда все становится правильным. Тогда все становится в порядке. Так что просто включите свет, растите свой свет. И вот свет приходит, темнота исчезает. И даже непонятно, куда она делась. Даже вы не можете понять, где она, эта темнота. Темнота – это означает отсутствие света. Свет приходит, темноты нет. Да, неизвестно даже, куда она делась. И вот то же самое, тут аналогично, как я говорю, вот в комнате. Ночью в 10 вечера ничего не видно. Где кухня, где ванна, в вашей квартире ничего не видно в темноте. Где телевизор, где кровать. И иногда вы даже свет не можете включить. Иногда вы идете, спотыкаетесь об стол. Потому что не видно ничего. А когда свет приходит, все видно. А если вы видите, ага, вот стол, вот стул, кровать, телевизор. и вот здесь я пройдусь сейчас. Так что, если вы хотите света, будьте чистыми. Если вы хотите быть чистыми, правильно понимать, как нужно жить, то медитация это ваш, это путь. Наблюдение, это путь. И тогда вскоре в вашей жизни все будет совершенно. Все будет правильно. И однажды вы скажете, жизнь прекрасна. Жизнь это лучше. О, существование мироздания. Это дало мне столько радости. Такой совершенный подарок. И действительно, мироздание дало нам прекрасную жизнь, прекрасное тело. Уши могут слышать, все рот может говорить, глаза видят, ноги ходят, все работает. Это очень классно, это прекрасно. Это лучший подарок. Бесплатный. Ничего за это не нужно. Никакой стоимости. Просто подарок. И мироздание дало это вам. Я родила вас в человеческом теле. Вот вам человеческое тело. Наслаждайся. Наслаждайся планетой. И существование сказало. Я создал эту планету. Иди наслаждайся. Наслаждайся. Вот сколько там, 50, 60, 70, 80 лет. Наслаждайся. Жизнь закончится. Возвращайся. Никто нам всегда не останется. Кто пришел, тот уйдет. Вот так. Так что мы здесь для того, чтобы наслаждаться. Не нужно быть серьезными. Не нужно думать, что я что-то получу. Даже если что-то вы получаете, вы ничего с собой не унесете. Ну, да. Нужны какие-то нужды. Нужда какая-то, может быть. Какие-то вещи просто, которые банально нужны. Крыша над головой, одежда, еда. Но что-то большее, жир, это ваше желание. И это уже никогда не закончится. Ум никогда не успокоится. Все больше, больше желаний может быть. Это территория ума. У вас есть один миллион, а вы хотите два миллиона, два миллиона, пять хотите, пять, десять. Ум всегда идет вверх. Ему нужно больше. Ум никогда не скажет достаточно. Но это не его история. Но когда вы идете от ума к сердцу, сердце очень расслаблено, оно полно радости. И возвращаясь в присутствие, в настоящее, жизнь становится прекрасной.